Жильцы стоящего рядом дома окна стараются не открывать. Мало того, что проветривать невозможно из-за запаха, так еще и в квартиры залетают большие мухи. После того, как некоторые управляющие компании микрорайона убрали свои контейнеры, единственной близлежащей площадкой для мусора стало это. Подъезжают на машинах, выгружают магазины. Я не знаю, кто здесь еще, потому что там стоят мешки магазинные. Здесь кто угодно, но не люди. Это место удобно не только жителям, но и всем, кто проезжает мимо. А многочисленные коробки указывают на то, что мусор сюда выбрасывают и магазины, расположенные рядом. Факт того, что продавец вашего магазина выбрасывал... Продавец, он или разнорабовался, или уборщица, или... Я лично сама... Сотрудник вашего магазина выносил туда мусор. На место свалки прибыли представители управляющих компаний, чьи контейнеры находятся здесь. У них своя правда. Разместить мусорные площадки они имеют право только в этом месте. А проконтролировать, чтобы мусор сюда не выкидывал, кто попал, возможности нет. По словам жильцов, дворники выбрасывают мешки с мусором прямо во дворе. Здесь уже образовался пласт из отходов, прикрытый листьями и ветками. Комиссия в очередной раз перечислила правила по содержанию площадок директорам управляющих компаний. Но многое зависит и от организаций, которые вывозят мусор. Контейнерные площадки должны быть оборудованы. Вывоз должен быть ежедневный. Вы почему не реагируете? Не найди предписание. Когда вы последний раз? Мы все реагируем. Покажите. Вам срок был установлен согласно выданного предписания. Администрация всерьез озадачена вопросом мусорных площадок возле многоэтажных домов. По распоряжению Евгения Коржа специалисты управления благоустройства проводят беспрецедентные рейды, которые уже позволили выявить как факты нарушений, так и положительные моменты. Огородить площадку, содержать ее в чистоте и обеспечивать своевременный вывоз мусора. С этими задачами некоторые управляющие компании справляются. По мнению комиссии, остальным следует брать пример и перенимать опыт именно у них.